Детей с диабетом в России за три года стало больше на 23%. Более 42 тысяч российских детей страдают сахарным диабетом. За последние три года их число выросло на 23%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере. Прошло оно на полях российского инвестиционного форума в Сочи. Голикова отметила, что сейчас осмотр ребенка детским эндокринологам входит в обязательный профосмотр детей в возрасте от 10 лет, хотя первые признаки диабета могут проявиться и раньше. Мы хотим поручить Минздраву рассмотреть вопрос об изменении сроков осмотра в детей и возможного расширения объема исследований для выявления диабета, сказала Татьяна Голикова. И сообщила, что объемы обеспечения ДТ инсулиновыми помпами будет увеличиваться на 1,2 тысячи в год. Доступность средств диагностики диабета и помпы играет важную роль в контроле заболевания. Инсулиновая помпа устанавливается за счет средств федерального бюджета в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Также они устанавливаются за счет средств регионов и благотворительных организаций, продолжила вице-премьер. По данным Минздрава, на 1 января этого года инсулиновыми помпами были обеспечены 28% детей, которые в них нуждаются, это 9,4 тысячи ребенка. Минус. Профессор, генетика помогает излечивать самые смертельные болезни. По словам руководителя секции медицина и фармацевтика Попечительского совета Петра Родионова, в январе этого года был проведен опрос среди родителей детей с сахарным диабетом, в котором приняли участие более 1100 родителей из 77 регионов страны. Он показал, что родители, а зачастую и врачи не связывают первые симптомы заболевания с сахарным диабетом. В результате диагноз ставится только после того, как ребенок в тяжелом состоянии с тошнотой и рвотой, слабостью и в спутенном сознании, вплоть до развития комы попадает в реанимационное отделение. По данным нашего опроса, при подобных обстоятельствах диагноз был поставлен в 42% случаев, добавил он. Между тем, у сахарного диабета достаточно характерная симптоматика, частая мочеиспускание, чрезмерная жажда, резкое похудение при повышенном аппетите. Почти 90% родителей подтвердили, что наблюдали у своего ребенка эти симптомы до постановки диагноза. Но в менее чем половине случаев семья заподозрила что-то неладное, говорит Петр Родионов. Первые признаки диабета могут проявиться в самом раннем возрасте. Также на площадке форума Татьяна Голикова открыла выставку изобразительного искусства людей с особенностями развития неочуждаемое. Это событие уникальное. Произведения сделаны не совсем обычными людьми, у них ментальные расстройства. Они видят мир по-другому. Часть из них проживает в семьях. Часть, к сожалению, в психоневрологических интернатах, сказала Голикова. Есть ли в домах-интернатах система выявления талантливых детей и взрослых и развития их талантов? Отвечая на этот вопрос обозревателя РГ Татьяна Голикова сказала, что тема домов-интернатов многоплановая и сложная. Если детей невозможно из этих интернатов забрать, то нужно создать условия, чтобы они могли заниматься творчеством и контактировать с внешним миром, говорит вице-премьер. А для этого психоневрологические интернаты нужно реформировать. Я дала поручение провести проверку психоневрологических интернатов. Их не так много, около 600. Они разные, есть хорошие, есть откровенно плохие и не выполняющие нормы, не социальные, не медицинские. И с этим нужно что-то делать. Общество здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok